приветствую любителей москвы вы смотрите передачи московская фена среда еженедельная передача по средам о сезонных изменениях которые происходят в природе московского края на текущей неделе ну и как видите у нас такая идут продолжаются качели которые начались в общем-то еще осенью да и в общем то такой жестокий действительно мороз почти сибирский страшный мороз который мы испытали буквально на днях ну еще отголоски услышаны и сейчас то буквально почти вот теперь которая ну почти практически будет уже концу этой недели может начали следующий вот ну а теперь особо не ожидается прям непосредственно но по сравнению с тем морозом которые у нас был недавно не можно даже считать эту отепель то есть маленький небольшой мороз в районе там трех пяти градусов ну может быть чуть пониже но явно уже таких морозов ближайшее время не ожидается вот то есть такая будет достаточно мягкая комфортная зимняя погода вот но поскольку снега выпало довольно много уже то вполне можно будет покататься и на коньках и на лыжах на санках ну в общем все виды так сказать зимних развлечений вполне так удобно можно будет попробовать предстоящие выходные дни вот ну и при этом день у нас продолжает хоть и медленно пребывать и если солнце продолжает восходить где-то около девяти часов утра то вот уже заходить оно стало несколько попозже около 16 часов 20 минут то есть вы помните что когда в конце декабря когда были самые такие короткие дни то солнце сходило раньше чем 4 часа да сейчас уже в 16 20 вот таким образом долгота дня она увеличилась за счет этого на неделю ну более чем где-то около 20 минут скажем так примерно 20 минут вот конечно пока еще мы не видим какого-то большой прибавки светового дня что и понятно января она практически незаметно но все равно уже стало как-то больше появляться и солнце вот и в целом уже какое-то такое настроение на и безусловно на весну вот ну в дальнейшем естественно день будет уже более значимо пребывать ну что касается луны то сейчас она у нас продолжает убывать и началась последняя четверть которая закончится уже 21 января то есть на следующей неделе когда будет новолуния и луну видно вообще не будет ну а после этого уже соответственно она снова начнет увеличиваться пока же она вот все больше и больше уменьшается хотя мы сейчас редко видим в силу того что погода как правило облачная но за счет морозов вот все-таки чисты были прояснения и по ночам в особенности и можно было вот все-таки луну лицезреть а что касается народного календаря то в целом сейчас идут святки то есть дни от рождества христова до богоявления или кричения то есть с 7 по 19 января и вообще эти дни они всегда считались такими днями шуток веселья разных развлечений ну конечно в целом таких достаточно нормальных естественных зимних вот это сейчас люди стараются наоборот как-то боятся морозов да и холодов и стараются как можно быстрее попасть домой на улице долго не пребывать как-то отошли от нас такие развлечения как вот катание с горок и в общем-то лыжи уже мало кто катается на лыжах и на коньках тоже ну чуть побольше но все равно конечно не сравнить с тем что было раньше и так сказать еще до 17 года и в советское время вот но все равно в общем то сейчас конечно уже как-то несколько ну не многим просто не до этого потому что жизнь такая что требуется выживать какие там коньки какие там лыжи тут как говорится многие работают на нескольких работах и как-то крутятся вертятся поэтому и с этим связано тоже ну и в целом мировоззрение несколько поменялось конечно вот поэтому сейчас как-то больше так многих это сказать предпочитает затихариться как-то особо не вылезать никуда сидеть по домам и так далее вот ну и те же калятки вот с которыми раньше люди ходили петь калятки то по разным домам по разным так сказать населенным пунктам из одного в другой ходили и так далее ну сами понимаете что сейчас это как-то наверное будет не очень уместно ну хотя бы в силу того что просто многие люди не верующие или верующие скажем так по другому а не как православные люди или просто христиане поэтому это просто могут не понять или даже ну вообще как-то быть негативно настроенным зачем вы нам тут навязывайте свои то есть если раньше все было органично ну я имею ввиду раньше еще до семнадцатого года когда практически все были поголовно православными то сейчас это уже конечно совсем все по-другому все за сто лет все очень сильно поменялось ну и опять же повторюсь и мировоззрение тоже поменялось и люди стали совсем другими не то что тут раньше все как-то ушло куда-то внутрь вот ну а так в целом значит туда люди несмотря на мороз который как правило был в общем намного сильнее чем сейчас в целом да вот были зимы конечно похолоднее и в советское время уж тем более до революции вот не было такого еще такая когда еще не было глобального потепления климата то вот несмотря на мороз люди себя пытались как-то развлекать что в основном выражалось да именно в катании преимущественно на санках ну на лыжах тогда они фактически не катались в основном на санках все-таки большей степени вот ну так вот какие-то снежки за прыжки снежки беготня разная ну и конечно же делали столы собирались так вот в складчину столы и там приглашали разных гостей на сельчан ну кто кого знал знакомых разных и вот там собирались соответственно вот тоже также сейчас это время свадеб еще также было ну поскольку до этого было время поста рождественского перед 7 января 40 дней естественно никакие свадьбы понятное дело были немыслимо в это в этот период подготовки к празднику то вот сейчас наоборот многие как раз старались в это время как-то вот создать семью но 9 января у нас начался неделя началась со степанова дня вот и далее это когда то есть веселье как раз игры все это вот калятки поют да в общем такие вот все развлечения все пошли уже да после праздника до того что праздник преимущественно проводили все-таки в храме в молитвах ну как-то более-менее старались а потом уже все как говорится пошла душа в пляс да ну где 10 января да вот пора свадеб как раз начиналась вот в это время старались как-то у кого еще не было семьи конечно же вот ну в том и этом кстати способствовали вот эти посиделки когда когда вместе собирались там же были и девушки юноши ну и вот естественно завязывались какие-то контакты вот но сегодня у нас как раз 11 число которое считалось страшным днем вот страшным именно потому что считалось разгулом нечисти что вся нечесть выходит вообще конечно зимой ну как правило потому что ввиду того что видимо холод да то вот многие вот считали что в это время как раз нечесться когда всякие бесы все такое злое всякое злое но как раз выходит наружу очень активно людям вредит и всячески досаждает в разных местах вот ну понятно что это конечно немножко такая накрутка идет а но безусловно конечно злые силы они тоже не дремлет это понятно они конечно же людям вредят другой разговор что они это делают конечно не только сегодня не только то в какие-то отдельные дни это Это происходит постоянно, поэтому, конечно, выделение каких-то отдельных дней, это, конечно, несколько странно, когда идет разгул нечистой силы. Ну, тут еще много связано с тем, что, так сказать, все-таки был большой праздник, Рождество, ну, в каком-то смысле он пока еще и продолжается, то есть идет еще по празднеству этого дня, то есть еще пока не стихли до конца эмоции, которые сопутствовали этому празднику. Ну, и в этой связи, конечно же, как раз, ну, там, где святость, там, соответственно, как говорится, там и больше нечистой силы, они как раз идут, в общем-то, в бой, да, потому что, когда говорят, что лежачего не бьют, да, и когда человек, в принципе, ну, с нечистыми силами не борется, то есть он фактически им подчиняется. Ну, и какой смысл тогда с ним бороться и так далее. А когда люди, наоборот, светлое что-то, да, восхваляют, воспевают, вот, и славят Бога, то, соответственно, конечно же, нечистым силам это не нравится, они всячески стараются активно и людям противодействовать. Ну, завтра у нас день Анисия, и, в общем, в этот день часто был сильный мороз, так что даже говорили, не проси у Анисии тепла. Ну, потому что бесполезно, и так, все равно очень холодно. Ну, а дальше два дня, 13-14, это считались, вот, дни, пришлись к празднику Василия Великого, был такой святой, в 4 веке жил, в Византии еще, когда, конечно, никакой России и близко не было. Ну, тогда была Византийская империя, это там, где нынешняя Греция, отчасти, да, ну, Турция, вот эти территории. Вот, и вот он-то прославился, прежде всего, так сказать, разными трактатами, учениями о Боге, таким богословом был, догматиком. Вот, и вот, в общем-то, в народе его, конечно, очень сильно всегда почитают, и церковные народы. Вот, и вот считалось, что в эти вот дни, Васильев вечер, вот, и сам Васильев день, в это время старались, ну, как ни странно, почитать его, прежде всего, таким, обильной едой. Делали обильные столы, обильной еды, и поэтому еще вечер назывался щедрый вечер. Вот, и это делали не просто так, оно не только для того, чтобы едой почтить Василия Великого, потому что ему-то это как раз не нужно. Вот, да и людям тоже это нехорошо много есть, да, все это понятно. А прежде всего потому, что считалось, что кто, так сказать, у кого будет такой хороший стол, вот этот щедрый такой богатый стол, то, соответственно, тому и весь год будет сопутствовать, ну, в общем, благополучие, скажем так. Вот, так что вот такая была примета. Ну, и в этот вечер также почему-то старались делать всякие загадки, загадывая желания, короче. Вот, так что считается, что кто загадает желания, ну, то и сбудется. Ну, понятно, что это все, конечно, ерунда, но вот так считали. Ну, и так же, как на Новый год, желания обычно на Новый год, конечно, желания загадывают. Ну, раньше еще и раз. Ну, потому что это том шлейб, и потому что это как раз старый Новый год, считается, да, поэтому с этим и связано. Ну, у нас сейчас как-то старый Новый год мало отмечают, но раньше эта традиция, она как-то была более принята. Я ещё это, кстати, застал, когда даже отмечали фактически два Новых года. Ну, сейчас как-то уже немножко, наверное, не до этого стало. Ну, это, конечно, больше так, с мехом, ну, в общем-то. Ну, такой у нас народный календарь. В общем, холода, и при этом старались как-то себя согреть весельями и надеждами на лучшее. В том числе и путём мобильного питания. Ну, а я хочу этот год посвятить рассказу в этой передаче, в рамках передачи «Московская феносреда», рассказу о разных растительности, о деревьях, о кустарниках, о травянистых растениях, которые растут в нашей Москве и в Подмосковье, ну, которые наиболее распространены, скажем так. Вот, всё-таки, чтобы мы тоже как-то с ним познакомились. И начать бы мне хотелось вот с этого растения, которое изображено. Это растение называется липа. Вы знаете, на самом деле, конечно, липу видели все, конечно, липу знают все. Тут, наверное, она не требует каких-то представлений. Вот, это одно из самых распространённых деревьев, и в том числе на территории Москвы до сих пор. Ещё называют её липа мелколистная. Ну, действительно, у неё листики не очень большие. Вот. И, в общем, практически в городе нет ни одного парка, да, пожалуй, даже, в общем, вообще какой-то более-менее, может, я не говорю там про лес, где бы вообще не было липы. То есть, она всё время её применяют и в качестве озеленения, в том числе. Ну, и в целом, в общем, липа, она, конечно, довольно такой обычный и достаточно распространённое дерево, вот, в пределах московских широт. Значит, вообще говоря, даже некоторые называют её символом, деревом, символом русского народа. Ну, тут как бы есть такая, знаете, своего рода, ну, в общем-то, даже некие такие вот споры, да, по поводу того, какое же дерево всё-таки берёза или липа. Ну, большинство, конечно, безусловно скажет, конечно же, берёза. Но, с другой стороны, есть оппоненты, которые говорят, что нет, всё-таки не берёза, а именно липа. Вот, поэтому, ну, наверное, спор этот вечный, естественно, мы его решать не будем. Но, с другой стороны, всё-таки отметим, что липа действительно довольно такой распространённый дерево, ну, где оно есть. И, вы знаете, ну, если липа не символ русского народа и вообще, скажем так, нашей страны, может быть, всё-таки мы действительно дадим пальму первенства в берёзе, то уж, во всяком случае, липа, конечно же, символ любого старого парка и любой усадьбы. Вот, русская усадьба, она абсолютно немыслима без липы. Вот, без берёзы она мыслима. Вот, какую-нибудь любую усадьбу возьмём, Архангельская, там, я не знаю, Коломенская, Царицыно, да, всё, что угодно. Любую усадьбу берёшь, да, Покровская, Стрешнева. В принципе, берёз там не так уж много, и, в принципе, без берёзы мы это вполне можем представить. А вот без липовых аллей, которые являются непременным атрибутом, потому что вы же знаете, что ли, непременным атрибутом любого усадьбы является парк, усадебный парк. Вот, и представить себе усадебный парк без липовой аллеи, вообще без лип, ну, это просто нереально. Ну, как это так? Это абсолютно нонсенс какой-то. Что это такое за усадебный парк и без лип? Это там Собянин может какой-нибудь парк устроить, там, где будут сплошные какие-нибудь искусственные деревья расти, там, или просто плитка будет и так далее. Ну, и вообще, лишь бы что-нибудь посадить и так далее. Ну, это да. Ну, и в целом сейчас такая тенденция. А раньше нет, липа обязательно была. И тут возникает вопрос, собственно говоря, ну, а вот так, видите, выглядит листочек липы, вот так он выглядит. Вот. А это вот липа в цвету, так она цветёт. А это так она цветёт. Видите, как красиво. Ну, и, соответственно, возникает вопрос, ну, а почему же всё-таки липа, она так была любима? Почему вот её сажали в усадьбах, да? И почему в целом, вот, почему она вообще, говоря, так популярна была раньше? Я думаю, ну, и, конечно же, многие скажут, потому что она неприхотливая. Действительно, она весьма неприхотливая, но тут речь идёт вот о чём. О том, что липа неприхотлива тогда, когда она уже укоренилась. То есть, когда она уже, грубо говоря, вросла в землю и, ну, скажем так, уже хорошо там сидит, да? А вот когда липу только сажают, только-только, то есть, когда она ещё вот, ну, буквально, можно сказать, вот, только семечко посадили, то есть, она совсем очень маленькая, да? А она, вы знаете, она очень уязвима. И она очень плохо в целом, вот, на начальном периоде она очень плохо набирает рост. И поэтому Собянин, он как раз, вот, помните, он говорил, что он липу возвратил на Тверскую улицу. Вот это там уничтожили в 90-е годы. Ну, это правда. В 90-е годы действительно её уничтожили. Там было довольно много таких довольно взрослых липовых деревьев, но при Лужкове их уничтожили. И вот он вроде возвратил. Но видите, как он их возвратил? Он их возвратил крупномерами. И это не случайно. Почему даже вот сейчас деревья многие сажают в Москве крупномерами? Ну, потому что в условиях такой агрессивного города, как Москва, у нас деревья очень плохо приживаются. Вот, когда постоянно ездит техника, когда постоянно такие вредные выбросы, когда люди постоянно травмируют деревья. Ну, в общем, очень большая нагрузка идёт антропогенная. И вот в результате вот сажают крупномеры. Ну, вот он посадил, видите, взрослые деревья, сказал, вот, видите, я вернул липы на Тверскую улицу. Ну, и надо сказать, что эти деревья очень плохо растут. Вы можете сейчас пойти на Тверскую улицу и посмотреть, и вы увидите, какие они до сих пор довольно чахленькие. Ну, сейчас, конечно, смотреть смысла нет, потому что сейчас деревья голые. А вот когда, посмотрите, весной, обратите внимание, я тоже обращал внимание. И, в общем-то, может быть, даже покажу, если буду, когда на Тверской там, чтобы просто было понятно в итоге, что с этими липами произошло, насколько они действительно... Вот, и вы увидите, что они, в общем-то, не очень хорошо, скажем так, растут, мягко говоря. Да, и, в общем, толку от них, скажем так, нет. И вот эти... Больше внимания привлекают вот эти огромные здоровенные тумбы, вот эти огромные здоровенные такие катки, в которые вот высадили вот эти липы, да. Вот, чтобы хоть как-то, чтобы они хоть как-то сохранились, чтобы они не завяли, чтобы, ну, чтобы хоть как-то их сохранить, да. Вот. И вот они как-то больше внимания на себя обращают. И вот оттуда торчат, в общем-то, небольшие такие стволы. Так что, вот это вот, знаете, то, что они легко приживаются, ну, скажем так, это, ну... Я думаю, всё-таки, несколько сомнительный аргумент, потому что, действительно, дерево довольно неприхотливое, но всё-таки при этом, ещё раз повторюсь, оно, в общем-то, ну... Нелегко приживается. Нелегко. Вот. Потом, да, когда уже корни пустят, там уже, конечно, в общем-то... Там уже оно... Куда становится более таким уже защищённым, скажем так, дерево. Ну, то, что внешний вид, ну, вы знаете, я бы сказал, что внешний вид у него вполне себе обычный, и ничего такого интересного, привлекательного, в принципе, вот, в общем-то, в этом растении нет. Ну, что тут такого привлекательного? Внешний вид, Павел, пожалуй, что нет. Вот. Значит, есть ещё. Дело в том, что, наверное, всё-таки, на мой взгляд, по двум причинам она такое получила распространение вот в русской усадебной культуре. Ну, наверное, первое всё-таки это то, что... Она всё действительно легко поддаётся обрезке. Обрезке, а это всё-таки очень часто использовалось именно для формирования вот именно липовых аллей и таких, знаете, портеров вот перед дворцами, перед главными домами. То есть, вот липо сажали и, соответственно, их как бы кронировали, да, и, соответственно, делали из них вот такие вот, в принципе, ну, скажем так, как обстриженные такие деревья, да, и это, в принципе, ну, некоторые считали, что это, так сказать, довольно красиво. На мой взгляд, это уродливо, и делать этого не нужно. Ну, опять же, это дело такое. Ну, факт заключается в том, что действительно липо довольно легко на самом деле они вот именно кронируются и переносят, в общем-то, обрезку. Вот. И в этом отношении они легко как-то принимают ту форму, которую хочет садовник, да, или человек там, который за это всё заказывает, эти работы. И в этом отношении, да, можно сказать, что в каком-то смысле из-за этого сделали. Но, на мой взгляд, всё-таки самая главная причина, она заключается в аромате. В аромате, которая источает липо. Вот это вот цвет липо, и вообще ничем не спутать. Вот, понимаете, вот этот вот запах, запах, который идёт от липы, это вообще ничем не сравним. Понимаете, вы можете... Ну, какой запах от берёзы? Да никакого. Запах от тополя, запах от дуба. Да никакого. Да ну так, что-то такое, даже и вы не заметите. А запах липы вообще ничем спутать невозможно. Понимаете, это что-то божественное. Это действительно какая-то такая благодать, когда ты идёшь вот по цветущей вот этой липовой аллее, и этот запах, он преследует тебя там ещё ты уже далеко ушёл, а запах, он ещё идёт. И я думаю, что всё-таки самая главная причина вот именно такой популярности и такой любви именно вот к липам, в том числе вот и со стороны русских помещиков, да, вот старых, ещё в усадьбах, именно в этом заключается. То есть вот это вот... Ну, понятно, что цвет липа, он, конечно, непродолжительный, он где-то около месяца. Ну, липа цветёт сколько там? Ну, две-три недели, ну, около месяца, ну, плюс-минус, да, потому что там всё-таки одно дерево раньше зацветает, другое там попозже. Ну, и в целом, где-то всё растягивается примерно на месяц. Цветёт липа обычно в июле. Ну, иногда там где-то уже начинается в июне, но это в меньшей степени. В большей степени всё-таки это июль. Это июль. Это время цветения липа. И вот, вы знаете, ради вот этого месяца, какого-то месяца, да, вы знаете, можно действительно, наверное, всем остальным пренебречь. То есть ради наслаждения вот этим вот ароматом, который исходит от липы. Ну, я думаю, что именно из-за этого как раз липы сажали. Потому что, пожалуй, ну, вот мало какие деревья, такой аромат. Ну, да, есть черёмуха, сирень, конечно. Ну, знаете, всё-таки у них аромат, мне кажется, он такой, знаете, всё-таки более, что ли, такой жёсткий, он такой более, может быть, мощный, да. А этот аромат, он такой тонкий, он очень, именно такой вот, изысканный, изысканный. Вот, я знаете, я бы сказал, вот, самое такое правильное слово, которое подойдёт к аромату липа, это изысканность. И вот это вот, наверное, больше всего ценилось, вот, и ценится, конечно, до сих пор, именно вот, для вот людей, да, для тех, кто выращивает, гуляет по, так сказать, паркам, да, когда липа цветёт, это, конечно, прекрасно. Вот, поэтому, наверное, всё-таки это самое главное. Ну, и липовый мёд, конечно. Кстати, липа, она, между прочим, очень целебное растение. Не только мёд. Липовый мёд, он вообще всё равно считается номер один. Никакой мёд, несмотря на то, что, конечно, есть там и множество других видов мёда, и, может быть, даже и более целебных, возможно, да, конечно, такие тоже есть, наверное, скажем. А, там есть вообще какие-то супер... Вот, и там женьшеневый мёд есть какой-нибудь, да, и да всё что угодно, и малый какие-то, ну, вот, каштановый. Вот. Но всё-таки липа, она как вот была мёд номер один, так он и остаётся. И ничто не может этот мёд сдвинуть. Если оно вот, когда приходишь, самый популярный мёд, это именно липовый. Вот. И спрашивают этот, и, в общем-то, даже и стоит он, пожалуй, дороже, чем многие другие виды мёда. Ну, например, тот же акациевый мёд дешёвый, допустим, да. Но я уж про рассорвшую не говорю. Там совсем дёшево. А этот стоит иногда 2, иногда даже 3 раза дороже, чем другие виды. Если тем более он настоящий, вот, то это, конечно, очень... Ну, и целебно. Ну, и плюс листочки тоже. Всё. В общем-то, многие части растений, они тоже ценные заваривают, делают чай, там всякие настойки, применяют лекарства. То есть, это тоже довольно популярно. Ну, и у нас в Москве, в принципе, есть даже Липово-Алеи. Вы, наверное, знаете, где эта Липово-Алея находится. Нет, так улица называется Липово-Алея. Не просто Липово-Алея, а улица, так называется, в Москве Липово-Алея. Она находится, конечно же, в Петровском парке. И интересно она ещё тем, что это Липово-Алея, да, что она пешеходная. Вот она. Вот этот Петровский парк около метро «Динамо». И вот она Липово-Алея. И видите, вот эти колышки, это говорит о том, что тут, в принципе, машинам практически не ездят. Вот специально сделали. То есть, все аллеи, да, которые есть, они вот в Петровском парке, они автомобильные, все аллеи. Вот, какие бы мы ни взяли. И видите, Silicon Valley... И видите, сколько тут аллеи летняя, там дворцовая, левая, правая дворцовая, Нарышкинская аллея, там Московская аллея, есть вот эта Трудовая аллея, вот эта, да, вон тоже есть. Вот они все, соответственно, автомобильные. А вот Липовая аллея, вот она, Липовая, она пешеходная. Вот это единственная аллея, которая пешеходная. Единственная, которая имеет, собственно, название. названа именно вот... То есть, это именно одна из улиц Москвы. Она так называется. Липовая аллея. Вот такое почтение. Ну, береза тоже есть. Березовый проезд, там аллея. Это тоже есть. Но Липовая тоже, видите, как удосужилась такого звания. Вот. Так что, вот, видите, как здесь даже машину, в принципе, проехать нельзя. Ни с одной, ни с другой стороны. С другой стороны там тоже. Ну, так что может кто-то спокойно гулять. И действительно, здесь вот это как раз липы растут. Вот. Ну, еще если, например, Липовая аллея на ВДНХ. Но выглядит она ужасно. Просто ужасно, что с ней сотворили. Вот. Ее все обкорнали. И это липа. Вот, видите, вот эта деревья, это липа. Но, видите, как ее все обкорнали. Вот. И толку от нее фактически никакого нет. Какие-то страшные, жалкие деревья. Вот. Даже мало похожи на липу. Вот. Видите, что с ней сотворили. Вот. И какой контраст, да. Смотрите, когда они еще не делают, не трогают. Смотрите, какая красота. Совсем другое дело. Ну, и, в общем, в других местах тоже Липовая аллея довольно, в принципе, распространена во многих местах. Да. Вот. И картины о ней написаны. Вот, например, такая картина. Вот так и называется она Липовая аллея художника Сергея Жуковского. Видите, такой написал картину красивую. И обратите внимание, да, что какая тень от лип. Да. Тоже важно очень, что... Ну, в отличие, так сказать, есть деревья, которые не такую тень, не очень обширную тень дают. А липа, она дает всегда очень обширную тень. Ну, потому что у нее много листьев. Они вроде меленькие такие, но их много. И за счет этого вот получается тоже вот. Ну, и не только. В каждой фактической усадьбе, да, есть вот липовая аллея. Есть липовая аллея большая, например, в Бирюлевском дондропарке. Вот так она выглядит. Видите, какая красивая аллея. Это вот липы тоже растут с одной и с другой стороны. Видите, как они прямо идут. Вот так вот. Одна за другую. И большая, большая. Там она где-то около километра занимает. Вот ты все идешь, и видят одни, другие липы. Ну, и в других местах тоже. Вот в Кузьминках есть своя липовая аллея. В Покровском, в Трешнем есть своя липовая аллея. Короче говоря, ну, практически в любой усадьбе или бывшей усадьбе, да, вот всегда есть какие-то такие вот именно, так сказать, такие аллеи Иванина. Могут быть маленькими, но в любом случае они, как правило, присутствуют. Значит, да, и растет эта липа. Липы растут, как правило, где-то 150-300 лет, но некоторые экземпляры могут достигать даже и, в общем-то, 300-400 лет. Ну, это, конечно, редко, но иногда встречается. Если липе не мешать, то, в принципе, она может вырасти достаточно в общем-то большой, да, и долго будет расти. Ну, вот, например, высота тоже может быть разная, 20-30 метров. Ну, вот, например, в Кунцеве там такой очень большой лес, да, и много сохранилось. Там тоже была усадьба Нарышкина, в частности. Вот, и Солдатенков там тоже была усадьба. Ну, там фактически одна усадьба, но владели ей несколько, скажем так, родов. Вот. Ну, и там есть вот высотой чуть не 40 метров вот, и отмечается высота. Вот в пейзажных парках они очень часто, в усадебных парках очень часто они растут. Вот. Ну, как правило, они не очень широкие в стволе, в охвате, но иногда могут достигать даже до одного метра. Ну, это, конечно, редко, в большей степени это все-таки для дубов характерно, но иногда бывают такие случаи. Вот. Значит, что касается нашего города, то липы у нас, к сожалению, становится все меньше в городе. Эта культура, она постепенно отмирает у нас в Москве, потому что в Москве создается очень неблагоприятная среда для того, чтобы вообще растить деревья, и в том числе липы. И несмотря на то, что вроде бы они, конечно, устойчивы к разным родам таким вот воздействиям, да, но все-таки, все-таки все имеет какой-то предел. И, конечно, в общем-то, ну, как говорится, это дерево, оно не всемогущее, да, и в итоге оно все-таки довольно сильно страдает и от выбросов автомобилей, и от всяких вот этих солид реагентов, которые везде у нас сейчас применяют. Это просто какой-то бич стал для Москвы, вот эти реагенты страшные. Вот. И, конечно, в целом ситуация, вот эта вся постоянная обрезка, которая идет, вот видели на УДНХ, да, вот это страшные картины, вот, то есть это все тоже идет. Ну, и вибрация грунта, в общем-то, уплотнение почвы, все это тоже влияет достаточно негативно на посадки липы. И очень часто липа заболевает таким заболеванием, которое называется тиростромоз. Тиростромоз, это когда фактически вот так это выглядит, вот такой ствол, видите, зараженной болезнью липы, это когда фактически, в общем-то, у липы отмирают, ну, в принципе, вот эти почки молодые, да. То есть фактически идет некроз, некроз отмирания вот, ну, молодых почек, молодых побегов, да. И в результате, в результате, и липа, она усыхает. Она усыхает, а новые плоды, у нее новые ветви, новые ветви, которые, по идее, должны были бы из почек вырастать, они не образуются, поскольку это заражает все вот болезнями. Ну, потому что в городских условиях липы становятся ослабленными, да. Ну, и, соответственно, соответственно, всякие воздействия, да, они очень тяжело, кстати, заболевают. Ну, это как человек, да, когда идет ослабление организма, то на него набрасывается всякие болезни. Поэтому это все вполне себе понятно. Вот. Так что вот эти все, конечно, воздействия довольно печальные. Вот. И, конечно, ну, особенно, конечно, именно в Москве. Подмосковье, конечно, ситуация куда лучше, особенно, конечно, в отдаленных районах. Ну, в ближнем подмосковье тоже ситуация не очень хорошая, потому что там тоже очень велико воздействие Москвы. Ну, а уже где как можно дальше, там, конечно, ситуация совсем другая. Ну, это, конечно, очень печально, но такова вот ситуация на сегодняшний день. Но, слава Богу, пока все-таки еще лип довольно много, и, в общем-то, будем продолжать наслаждаться этой такой хорошей древесной культурой, хорошо нам знакомой. Пока еще такая возможность у нас с вами есть, потому что узнает, что там дальше Собянин придумает, или кто там подобно ему там еще потом придет или не придет, не знаю. Посмотрим, как оно жизнь покажет. Но, в общем, в итоге, соответственно, такая будет политика, то все липы погибнут. Ну, пока, слава Богу, до этого далеко. Все, до новых встреч.